Активисты требуют восстановления пещер Хасанкейф. Продолжаются столкновения в ливанской столице. Скажите, кого вы боитесь армянского народа, скажите им, о чем вы говорите во время этих встреч, Тарасов. Россия доставила более 7 тонн продуктов пострадавшим жителям Сирии. Армянские блюда с искаженной историей. После года работы с нашими членами-основателями Национального совета Западной Армении в Банье, я имею в виду в частности Грача Пелепусяна, Гая Качаняна, Нунига Хорхидиана, Бриджит Ноден и всех других, которые узнают себя. 2004 год, дневные ночные встречи, переводы, исследования и бесконечные телефонные записи с Арменией и Арцахом. В то время сеть интернет не была хорошо развита. Мы решили 8 ноября 2004 года объявить о существовании Национального совета армян Западной Армении и принять решение об объявлении о существовании в Шуши 17 декабря 2004 года. Кроме того, в этот день 17 декабря того же года в присутствии других членов Комитаса Даниэляна, Ашота Балаяна, генерала Виталия Баласаняна, полковника Вачагана и Шханяна, мы были перед собором Казанчатсотс в Шуши в присутствии нескольких бойцов, являющихся членами организации борцов Арцаха. Официальным представителем, который был в то время и я, вместе прочитали официальную декларацию. Затем мы встретились с полковником Вачаганом и Шханяном, чтобы отметить это заявление. В тот же день несколько человек, которые не могли присутствовать на этой церемонии, позвонили нам по телефону и присоединились к нам. Таким образом, почти 50 человек из Европы, Соединенных Штатов, России, Ближнего Востока, Джавахка, Республики Армения, Арцаха и Западной Армении сформировали ядро Национального совета Западной Армении. Национальному совету Западной Армении исполняется 15 лет. 15 лет боевой службы и сопротивления для Западной Армении и ее народа. Марширующих с нашими двумя столпами, нашей автохтомностью и государством Западной Армении, признанной всеми державами. Национальный совет Западной Армении встретил на своем пути выдающихся мужчин и женщин. Например, в последнем заявлении отца Саака Машалян утверждается, что аморально признание сенатом США геноцида против армян в 1915-1923 годах. Здесь я хотела бы напомнить вам, что это признание почти полностью соответствует статье 11 Конституционной декларации Национального совета Западной Армении, в которой говорится статья 11 Национальный совет хочет поддержать международное признание геноцида против армян, совершенное последовательными правительствами 1894 по 1923 год на оккупированных территориях Западной Армении родины. Кроме того, как председатель Национального совета Западной Армении в канун столетия северского договора, в память о страданиях своего народа, я со своей стороны заявляю, что заявление отца Машаляна аморально, потому что он ставит под сомнение признание сенатом США геноцид против армян, который совершился в оккупированной Западной Армении в 1915-1923 году. Я требую, чтобы отец Ак Машалян принес извинения армянскому народу и немедленно ушел в отставку. Я призываю армян всего мира, в свою очередь, выступить против заговора последовательных правительств Турции единым фронтом, что станет для армянского народа наилучшим способом выразить свое негодование по поводу политики геноцида Турции и начать отмечать 100-летний юбилей международного мирного договора, подписанного в Севере в 1920 году. Армен Ак Абрамян, председатель Национального совета Западной Армении. Резолюция Сената США о признании геноцида против армян была моральным актом, потому что она направлена на то, чтобы прижать Турцию к стене, считает так называемый новоизбранный армянский патриарх Саак Машалян. Новоизбранный патриарх Константинопольской гепархии Армянской апостольской церкви епископ Саак Машалян выразил недовольство принятием Сената США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи. В связи с этим новоизбранный патриарх в интервью турецкому изданию Сабах посоветовал, что страдания армян столетней давности якобы стали инструментом экономического и политического давления других стран на Турцию. Мы хотим, чтобы о проблеме говорили не парламенты разных стран, а люди, живущие на этой земле. Мы хотим улучшения отношений Армении и Турции. Об этом пока разговора нет. Но о проблеме говорят третьи страны, находящиеся за океаном, заявил Машалян. Он считает аморальными попытки надавить на Турцию посредством армянского вопроса в качестве инструмента стратегического, экономического, политического давления. Для нас это неуместное отношение к нашим предкам, отметил Саак Машалян. Он также сказал, что надеется на то, что народ Турции сможет решить самостоятельно вопрос и что Турция и Армения могут улучшить свои отношения. Когда обе стороны не могут говорить, третья и четвертая стороны требуют права говорить, отметил он. Все эти проблемы, которые мы должны решить, но поскольку они задерживаются, они используются как рычаг для оказания давления на Турцию. Я не думаю, что это морально отметил Саак Машалян. Теорист Эмин Булут обратился к властям с просьбой о восстановлении пещер в древнем городе Хасанкеев, города Батман, Западной Армении. В 12-тысячелетнем районе Хасанкеев между Монетным двором и водопадом насчитывается около 2000 пещер. 12-тысячелетний Хасанкеев был поразглашен первым пещерным городом в мировой истории. А неправительственные демонстрации начались в Ливане 17 октября. Несмотря на отставку Саада Харири, беспорядки не прекратились. Экономическое и финансовое положение страны остается в кризисе. Группу людей закидывают кордоны, полиции и армии камнями, скрываясь среди мирных демонстратов в районе здания парламента в центре Бейрута. Стражи порядка, в свою очередь, интенсивно используют слезоточивый газ для разгона активистов, сообщил Ре-Новости участник мирной демонстрации, находящейся на месте. К месту столкновений в центре Бейрута продолжают пребывать кареты скорой помощи и подкрепление армии. Тем временем, вблизь парламента на площади павших сторонники шиитской партии напали на палаточный городок мирных демонстрантов и подожгли палатки. В других крупных городах Ливана и на основных трассах активисты блокируют дороги, поджигая шины и мусорные баки. Россия – сторонница заморозки Нагорно-Карабахского конфликта. Других вариантов нет, заявил российский политолог Станислав Тарасов, касаясь переговорного процесса по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Напомним, что министр иностранных дел Азербайджан Эльмар Мамедиаров дал интервью и еще раз предоставил подробности переговорного процесса. В частности, он отметил, что якобы армянская сторона представила на переговорах план Лаврова. На переговорах обсуждаются конкретные пункты на повестке дня поэтапное урегулирование Карабахского конфликта. Министр иностранных дел Азербайджана сказал, что последние переговоры в Братиславе были жесткими, стороны представили свои красные линии, и тем не менее, по словам Мамедиарова, переговоры необходимо продолжить. Даже если будет война, она будет длиться вечно, и переговоры все равно придется продолжить, отметил он. Министр иностранных дел Азербайджан утверждает, что на переговорах с министром иностранных дел Армении обсуждаются конкретные и реальные пункты. Тарасов уверяет, что плана Лаврова никогда не было. Вы можете найти полную статью на нашем сайте. За прошедшие сутки представители Российского центра по примирению враждующих сторон провели три гуманитарные акции в Сирии. В ходе них военные Российской Федерации выдали пострадавшим жителям Сирийской Арабской Республики 1200 продовольственных наборов общим весом в 7 тонн, заявил руководитель ЦПВС в Сирийской Арабской Армии генерал-майор Юрий Баренков. В ходе традиционного брифинга Баренков отметил, что в этот раз необходимую помощь получили жители населенных пунктов Марат в провинции Дейр-Эзор, Хамидия, провинции Тартус, Хамдун, провинции Алепа. С начала работы Российского ЦПВС уже проведено 2283 гуманитарные акции, общий вес груза составил около 4 тонн. Согласно заявлению торгово-промышленной палаты Вултул, в 2009 году Джаха Кебаб, которому был выдан сертификат географического указания, был присвоен Ардвину. Это вызвало недовольство жителей Эрзрума и мастеров шашлыка. Бизнесмен Кемалькох заявил, что эта уникальная еда является наследием Османской империи. Как вы знаете, что касается еды неизвестного автора, их недавно приписывают Османской империи. После о родине Бастурмы между Кесарией и Кастамуну и после дебатов мы не допустим, чтобы долму приписывали армянам. В социальной сети начали обсуждать новый вопрос о принадлежности Джаха Кебаба, Эрзруму или Ардвину. В переводе на армянский Джах означает металлический шампур, Эрзрум, то есть Карин, провинция Эрзрум, которая была резиденцией армянских королевств, а затем одна из провинций Западной Армении в Османской империи с центром в Эрзруме и густонаселенным армянским населением. В первой четверти XIX века здесь были сотни городов и деревень. Эрзрум, Баязет, Шапингора, Хисар, Бабарт, Ерзенка, Сипер, Дерджан, Хнус, Кики, Тамзара, Харасан с армянскими историческими именами. Армяне этой провинции занимались торговлей, ремеслами, животноводством и виноградством. Церкви, школы, дома и жизни армян были построены на этой земле. Конечно, армяне также могли готовить шашлыки или кебаб на вертеле горизонтально. По мере продолжения спора, Чин Курт, президент торгово-промышленной палаты Артвина, объявил, что подал заявку на получение лицензии. Он отметил, что они пытаются представить Артвина всему миру, что если кто-то расскажет историю об их армянских деревнях и церквях Эрзрума и Артвина, которые до сих пор уничтожаются охотниками за сокровищами. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию вокальный ансамбль «Наэриан». «Наэриан» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok